На повестке дня заседания антинаркотической комиссии вопрос о работе по модернизации наркологической службы, так исполняющий обязанности главного врача Щелковского наркологического диспансера, доложил о том, что в период с 2012 по 2015 год было поставлено новое медицинское оборудование на сумму 2 миллиона рублей. Также проведен текущий ремонт помещения отделения неотложной помощи и капитальный ремонт помещения медико-социальной реабилитации. В итоге оборудованием учреждение обеспечено, а вот площади для работы не хватает, рассказывал Евгений Леднев. Основной проблемой всей обеспечения является недостаточно материально-техническая база, а именно плачевное состояние, другого слова, не подберешь, здание диспансерного отделения. Здание у нас 1938 года постройки. Деревянная? Деревянная? Деревянная. Зато убитая космоса. Да, да, да. Вот. Значит, 38-го, 183 предмета. Несоответственно, все время три. Алексей Валов отметил, что администрация проработает этот вопрос с управлением по имущественным отношениям и приступит к поискам нового помещения. Еще один важный вопрос – профилактика употребления алкоголя и наркотиков среди школьников. Так, в 2015 году наблюдается рост нарушений среди подростков. В отделы полиции было доставлено за учетностью 260 несовершеннолетних, из них 127 за употребление спиртных напитков, 5 за употребление тактических отмечающих веществ. Приучены к административной ответственности за употребление алкогольной продукции 86 несовершеннолетних, прошлый год 63. Важный аспект в этой работе – как можно больше занять детей во внеурочное время. Это лекции, беседы, встречи подростков с работниками правоохранительных органов, классные часы, совместная работа с профильными учреждениями, организация досуговой деятельности обучающихся, спортивные секции, дополнительное образование, кружки, факультативы, в том числе школьные дискотеки, организованное посещение театров, музеев, экскурсий и мероприятий по интересам, организация летнего отдыха, в том числе туристические походы. Мария Масальи, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».